Виталий, приветствую тебя снова на нашем эфире очередном технического фундаментального анализа. Давненько мы с тобой не проводили совместных записей. Я думаю, что у тебя поднакопилось того, что можно было бы по рынку рассказать. Но, конечно же, по древу растекаться особо не будем. Сегодня действуем, как и всегда, в рамках регламента. Но все-таки рынки в последние недели были очень интересными. Наконец-таки их раскачал тот фонд, который сложился. Мощные тренды, которые наблюдаются. И я думаю, что эти тренды пока непоколебимы. То есть мое личное субъективное предположение. Я считаю, что по индексу американской валюты мы увидим гораздо более низкие значения, что, в принципе, может привести к еще большему ралли по евро, по фунту, по австралийцу, по новозеландцу и так далее. Короче, сейчас самая лучшая тактика, на мой взгляд, это не плевать против ветра, действовать по тренду, работать, не мудрить и так далее. Поэтому давай тогда начнем с меня, с демонстрации экрана. Так, секундочку. Сегодня, с твоего позволения, я хотел бы остановиться на двух инструментах. Это на рынке нефти. Опять же, поскольку я все-таки вещаю за фундамент, важно сегодня поговорить про рынок черного золота. Сегодня встреча Министерского комитета ОПЕК – это первый момент. И сегодня данные по запасам нефти США, которые выйдут в 17.30 по московскому времени. Ну и пару слов еще будет про индекс S&P 500, который фактически на исторических максимумах. Их уже, можно сказать, переписывает. Сейчас, секундочку. Ну, чуть-чуть не хватает. Ну, там совсем, да, капелюшечка. Вот максимум у нас один, точнее, 3,393. И то, что мы видели в конце февраля – 3,396. Ну, три пункта, да. Начнем мы с рынка нефти. Здесь тоже коридор. Вот рынок нефти, в отличие от других инструментов, пока не очень остается раскачать. Но всему приходит конец. И вот этой вялой диапазонной динамики тоже скоро придет конец. Конечно же, для любого выхода из какого-то коридора нужен стоящий фундаментальный хеатригер. Почему бы, например, не предположить, что сегодня как раз рынок получит такой триггер, когда будут подведены итоги от встречи министерского комитета. Какую сделку я бы предложил? В целом, если посмотреть на то, что происходит с рынком за последние месяцы, тут, безусловно, восходящий тренд. Но те, кто следит за, опять же, моим аналитическим творчеством, знают то, что я периодически пытаюсь все-таки поймать коррекционную динамику. В последние разы это, разумеется, мне не выходило. Приходилось закрываться по 100%. Но я не теряю надежды, потому что считаю, что рынок может дать коррекцию. Вот сейчас, если мы посмотрим, опять же, на этот коридор, мы видим то, что рынок как бы в пограничной зоне, 45 долларов за баррель, психологический рубеж, такой мощный уровень, он становится периодически сопротивлением, в данном случае поддержкой. И вот вокруг этого уровня идет бой на данный момент. Я предлагаю сделку сегодня с L-лимит, с уровня 45.50, стоп-лосс поставим на отметку 46.10. И будем ждать, чтобы по идеальному соотношению риск-реворд по этой сделке, раз у нас 60 центов уходит на стоп-лосс, будем ждать снижения в район 42.60, чтобы закрыться в идеале бы по хорошему показателю прироста по эквити и депозиту. Опять же, это, нужно понимать, сделка в целом против тренда. Это рискованное предприятие, друзья. Поэтому, если вы все-таки относитесь к категории консервативных трейдеров и привыкли работать только с трендами, конечно же, в рынок нефти сейчас, если и лезть, только с точки зрения покупок. Но для тех, кто готов рискнуть с учетом, опять же, наличия фундаментального фона и возможности для коррекции, вот, пожалуйста, вам конкретная сделка. Почему сегодня рынок может просесть? Потому что на встрече мониторингового комитета будут окончательно подведены итоги того, насколько страны ОПЕК соблюдали обязательства по сокращению добычи в прошлом месяце. Я думаю, что цифра фактически может немножко удивить. Например, если процент соблюдения соглашения будет ниже 85%. При таком раскладе, конечно же, рынок будет интерпретировать этот комментарий, как то, что на рынок по-прежнему приходит больше нефти, чем должно приходить. А про проблемы спроса мы раньше уже слышали и от администрации аналитической информации, и от Международного аналитического агентства, и от ОПЕК. Кстати, прогнозы спроса на нефтянку до конца этого года пересмотрены со снижением на 8-9 миллионов баррелей в сутки. То есть у нас, по идее, падение спроса и потенциал все-таки роста предложений, если страны ОПЕК в итоге окажутся нечистоплотными в соблюдении своих обязательств. Ну, я думаю, что хороший фонд для того, чтобы дать коррекцию, да, она может завершиться последующим быстрым выкупом, как, например, было по рынку золота недавно, но все-таки нам тоже не нужно 30-40% коррекции, снижение нефти. Достаточно вот уход в район 43 долларов за баррель. Это со стекущих значений чуть больше процентов, я думаю, что достойные цели и ожидания. И пару слов буквально про индекс фондовый США, про S&P, в частности, рост очевидный. Сейчас на графике вы, друзья, это видите. У нас есть уровень скользящий средний, вот я обычно посмотрю на 137-й период, вот сколько раз мы от него уже отбивались. Сегодня я предлагаю также попробовать поставить отложку на значение примерно рядом с этой линией. Это, ну, то есть сделка будет buy limit с уровня 3370. Стоп-лосс можно поместить вот сюда на отметку 3350 и, разумеется, ждать уже индекс выше 3-400 пунктов. Не вижу никаких причин, из-за которых рынок нефти мог бы сейчас сдуться. Все-таки и ждем новые меры экономического стимулирования. Сегодня также еще и протоколы Федрезерва, которые могут дать намек на доп. стимулирование уже со стороны регулятора. Для рынка фондового рынка это благо, потому что чем больше денег будет вливаться в экономику, конечно же, в перспективе, тем лучше для него. Короче, друзья, NASDAQ, Dow Jones и S&P только вверх, но вот сегодня сделка конкретная по S&P. Виталий, передаю слово тебе. Так, всех приветствую. Сейчас сделаю демонстрацию экрана, видно? Да, все отлично видно. Так, в принципе, я тоже хотел сегодня сделать торговые рекомендации по нефти марки Brent. У меня, в принципе, чуть другое мнение по данному инструменту, но не исключаю какое-то снижение, скажем, в формате, если вот это все накопление, которое идет у нас в текущем месяце, август, да, выше 44,5, здесь было максимум июля, мы его пробили в начале этого месяца и закрепились. Идет такая длинная уже проторговка, около двух недель. И, в принципе, я думаю, что с этой проторговки мы должны стрельнуть хорошо вверх. И, в принципе, если вот так посмотреть, я думаю, что где-то на 50, возможно, и выше, там, на 55, мы должны сходить наверх. Но, в принципе, торговая рекомендация будет, это покупка с текущих. У нас 45 торгуется, если чуть уйдет ниже, можно тоже покупать. И со стоп-лоссом по 44 получается. Вот за этот минимум, который у нас был 5 августа, то есть пробойный бар, который пробил максимумы, ставим обязательно стоп-лосс, потому что у нас здесь, не исключаю вариант сложного-ложного пробоя 44,50. Если мы сегодня вот на этих новостях уйдем сильно вниз, то дальше у нас, в принципе, может развиться тот сценарий, который ты ожидаешь, какая-то коррекция. Какая она будет, небольшая или глубокая, скажем, это время покажет. Но пока настроен на то, что должны сходить наверх. Цели, в принципе, если покупать с текущих какие-то локальные, это в районе этого максимума 46 и дальше, как уже сказал, 50, но это уже там такие среднесрочные цели. Давайте посмотрим, как будем туда идти. Если какая-то ситуация будет меняться, я уже буду там сообщать в следующих эфирах. Это что касается нефтемарки Brent. В принципе, Lite аналогично смотрится наверх, но ее обсуждать не будем. Дальше торговая рекомендация будет по доллар-рубль. На снижение с той целью, что я рассчитываю нефть в рост. Я думаю, потянет за собой доллар-рубль. Ну и плюс у нас здесь технически тоже смотрится картинка якобы в шорт. У нас был неплохой такой импульс в начале августа вниз. Откат в район 74 идет в накопление уже двухнедельное. И с этого накопления, возможно, на этих новостях сегодня рынок уйдет вниз. То есть это продажа с текущих 73, там с копейками 73.10. Рынок открылся уже со стоп-лоссом 74.5. То есть за этот максимум мы ставим стоп-лосс и снижение, в принципе, в район где-то 70. Как минимум, ожидаю, возможно, и ниже. То есть мы посмотрим, какая динамика будет по нефти, что дальше будет рисоваться. Обязательно ставим стоп-лосс, риск 1%. От депозита желательно, ну зависит от депозита, возможно, и больше, скажем, и так далее. То есть лотность соблюдаем, потому что здесь не исключаю, что мы можем дальше и уйти, скажем, по этому локальному тренду повыше и дальше уже будем смотреть. То есть у нас здесь идет такой двухмесячный, даже два с половиной месяца тренд идет локально наверх. Мы можем, в принципе, пробить вот эти максимумы в районе 74.70 и дальше уйти повыше. Поэтому всегда соблюдаем риск-менеджмент. Также хотел добавить по S&P. В принципе, с тобой согласен, что S&P пока никаких признаков на шорт нету. То есть идет сугубо бочий тренд. Аналогично Dow Jones, Nasdaq там. Ну, кстати, Dow Jones не такой рост показывает. Да, до максимума еще далеко. Вот и Nasdaq, он, скажем, все время новый и новый максимум каждую неделю, каждый месяц показывает. Поэтому S&P 500, в принципе, лонг, но, скажем, в любой момент может пойти какая-то коррекция. Она, в принципе, уже напрашивается. То есть мы идем без... Сейчас на максимумах я бы не покупал, но, в принципе, и шортов тоже не вижу здесь каких-то. Вот где-то на прошлой неделе мне кто-то постучал в личку в Фейсбуке, говорит, привет, я сижу в шорте по S&P 500, что ты думаешь? Я говорю, шорта не вижу. То есть это было где-то вот где-то в этом диапазоне, да, где-то 10-11 числа. То есть пока здесь признаков на шорт нету, но какая-то коррекция, возможно, она будет. Но здесь, если так посмотреть, мы идем под таким острым углом наверх, поэтому здесь максимум что-то какое-то там задерг вниз немножко и все. Потому что вот так, в принципе, с самого начала ты сказал по всем инструментам, там евро, фунт, в принципе, согласен тоже, что пока все смотрится на ослабление доллара по всем инструментам, там уже посмотрим. Ну, понятно. Да, в принципе, все пока у меня. Будут какие-то новые идеи, мы уже будем сообщать, там, пятницу, если будет, там, понедельник и так далее. Спасибо тебе, Виталий, с возвращением, как говорится, рад тебе было сегодня видеть. Ну, с нас рекомендации, идеи того, как рынок будет вести себя дальше. Мы, разумеется, будем под него подстраиваться, анализировать и давать рекомендации по тому, что нам видится перспективно. Друзья, с вас обязательный контроль рисков, загрузки депозитов, насколько бы вы не были уверены в том, что активы должны повести себя так или иначе, все-таки рынок, как правило, оказывается хитрее всех. Виталий, хорошей тебе недели и тогда, получается, следующий эфир у нас с тобой пройдет уже понедельник. Понедельник. Понедельник, да. Ну и до следующей недели. Пока. Спасибо, до свидания, удачи.